Наушники Major, версия 2 Напишите в комментариях, у нас тут в конце видео возник спор Что такое хорошая музыка? Что для вас хорошая музыка? Напишите название любимой группы или любимое направление Давайте сейчас Всем привет! Сегодня мы будем говорить про мои любимые Marshall Вы наверняка, если давно смотрите канал, знаете, что во всех отзорах смартфонов Я всегда проверяю звук на своих митах Я ими пользуюсь уже больше года так точно И они мне очень полюбились и внешне, и по звуку И сегодня я хочу поговорить про новые модели Major Я только что специально уточнял у гугла, как правильно читается Их называют в простонародье просто Майоры Майор 3 проводные, Major, Major, Major 3 беспроводные с Bluetooth Ну и новые Миды, которые теперь называются Мид Энг И они с шумоподавлением Вот это, наверное, самое интересное, что сегодня будет на обзоре Мы уже их протестировали Сейчас я поделюсь с вами своими впечатлениями Ну и, собственно говоря, выводами Стоит ли менять вторые мейджоры на третий И стоит ли менять Мид на Мид Энг Поехали Что касается вообще Major 3, так они имеют много незначительных визуальных отличий от Major 2 Но на какие-то кардинальные изменения компания не пошла Это правильно, ведь одним из факторов, за которые так любят Marshall, это дизайн Если взять в руки сразу и вторую, и третью версию Major То, честно говоря, если вы не являетесь обладателем одной из этих моделей То так и не скажешь, где какая Но все-таки, если присмотреться, изменения есть Нет уже угловатости на самих наушниках Края стали более закругленными Я говорю и за проводную, и беспроводную версию Major 3 Ведь визуальных отличий у них, кроме разъема microUSB и беспроводной версии И дополнительного входа 3.5 у проводной больше нет Из того, что я сразу заметил, так это то, что душка из голови стала чуть хуже А амбушюры имеют более выраженную кожаную текстуру Но комфорт остался прежним Вообще, мне нравится то, что наушники не закрывают полностью ваше ухо Поэтому можно считать их такими вот универсальными Потому что, например, те же полноразмерные не всем подходят Несмотря на то, что они накладные, они не выглядят какими-то большими Я знаю, многих людей смущает носить полноразмерные накладные наушники на улице Потому что им кажется, что это странно Ну, меня это не смущает, просто действительно в таких наушниках комфортней Что касается звука, то изменилось сопротивление Было 64, стало 32 Ом Изменилась и чувствительность с 99 до 97 НГц Скажу так, если напрямую сравнить Major 2 и 3, то разница небольшая, но все-таки заметная Вторая версия ведь тоже отлично играет Так как мы сравнивали Major 2, который уже давно в использовании И новый Major 3, то качество звука приблизительно на одном и том же уровне Ну, мне просто кажется, что правильнее сравнивать либо новые наушники Либо уже, которые были в использовании Дело в том, что со временем они начинают звучать лучше Ну, точно так же, как с акустическими системами Мне очень нравится звук Marshall Он особенный Он какой-то теплый и ламповый Но если нужно, если вы поставите громкость на максимум Он очень мощный И громкости максимальные достаточно Даже для прослушивания музыки в каком-то шумном помещении Я реально слушаю обычно на 70-80% Если это там на улице И до 100%, ну, в редких случаях поднимаю громкость Потому что действительно очень громко Третьи Major играют вот с этим классическим Marshall звуком Продемонстрировать вам этот звук я, к сожалению, не могу Но вы всегда можете прийти в ближайший Citrus Они уже у нас есть в магазинах Можете подключить и послушать свою любимую музыку Прочувствовать этот Marshall звук Что касается управления музыкой в проводной версии То оно осуществляется при помощи модуля на проводе Там же встроен микрофон В беспроводной версии есть фирменный джойстик на наушнике А сам микрофон встроен, собственно говоря, в сам наушник Если говорить об автономности работы беспроводной версии Major 3 То сами Marshall пишут о 30 плюс часов воспроизведения музыки Исходя из своего опыта использования Midov У которых точно такой же показатель Marshall, мне кажется, сильно понижает планку Они играют даже больше, чем 30 часов Я реально свои наушники заряжаю, наверное, раз в месяц Ну, возможно, я не так часто слушаю музыку Не каждый день, но мне их хватает на очень долго И во время длительных перелетов, когда я периодически в Китай летаю У меня как-то было, я два раза в Китай туда-обратно слетала Это около 40 часов, и я их не заряжал Не слушал на максимальной громкости, я же говорю, 70-80%, но это около 40 часов у меня даже получалось Я считаю, это отличный показатель И он намного больше, чем у других производителей Но, опять же, даже если наушники разрядились, то всегда можно подключить кабель 3,5 мм И использовать их как проводные Major 3 поддерживает технологию передачи сжатого звука APTX Это очень важная функция Главное, чтобы у вас телефон это поддерживал То есть, если вы слушаете сжатую музыку, либо стриминговую, либо просто как-нибудь скачиваете MP3 То качество звучания у вас будет на порядок лучше Но это зависит не только от наушников, а от источника звука Это надо иметь в виду Пришло время ответить на вопрос, стоит ли обновляться с Major 2 на Major 3 Я не могу сказать, что качество звука стало настолько лучше, что прям вот срочно продавайте Major 2 и покупайте Major 3 Нет, я так не скажу Если сейчас вы выбираете наушники, то имеет смысл брать уже Major 3 Они как-то посвежее выглядят Ну и если ваши вторые Major уже устали от времени Вы хотите просто обновить, чтобы пользоваться чем-то новым и внешне свежим То рекомендую, вы действительно не пожалеете об этом решении Ну и, конечно же, от себя рекомендую обратить внимание на беспроводную версию Потому что так удобнее, вам не нужно таскаться с этим проводом Хотя, если хотите, можно подключить и с помощью провода в комплекте с беспроводным он тоже есть И вот еще одна интересная особенность У проводных два разъема, три с половиной То есть вы можете подключить сюда, подключаете в один разъем кабель А во второй разъем подключаете еще один кабель и вставляете в другие наушники То есть идея в том, что вы с одного телефона можете слушать вдвоем музыку или смотреть фильм То есть они работают как... Сейчас вам объясню Это вставляете в телефон, а сюда вставляете другие наушники и еще одну пару Это очень удобно Кстати, точно так же работает и в Bluetooth версии Вы можете подключиться по Bluetooth к вашему смартфону А ваш друг, девушка, я не знаю Тот, кому нужно раздать этот звук Просто подключается к разъему три с половиной миллиметра на ваших беспроводных мейджор И слушает то, что слушаете вы тут без проводов со своего смартфона Это, кстати говоря, работает и на МИД-Энг и на моих МИД-ах первых Это вот фирменная такая штучка от Marshall и она очень удобно и не воспользовался Ну и, собственно говоря, про МИД-Энг По дизайну они имеют схожие черты с любыми накладными наушниками Marshall А вот комплектация поинтереснее Наушники поставляются вот в таком кожаном чехле, который может использоваться для переноски или просто для хранения Вы только посмотрите, как он круто выглядит Еще один важный момент, который отличает МИД от Мейджор Тут душка пластиковая Она, кстати, очень так вот легко гнется И она достаточно прочная Тут же душка внутри уже металлическая Она гнется не так легко Чувствуется особенно, когда вот так их растягиваешь И первое время, я думаю, что точно так же, как и в моих МИД-ах Пока она не растянется немного под вашу голову Мне было первое время дискомфортно Но уже буквально через пару недель металл немного разогнулся и уже было отлично А еще тут другая форма амбашюров Если тут они обычные такие вот плоские, то тут амбашюры похожи на хинкали Как теперь жить с этим дальше? Ведь действительно хинкальная форма амбашюр Ну а самая главная разница между МИД первого поколения и МИД-энк Это активное шумоподавление И работает оно очень здорово Идея заключается в том, что когда вы одеваете наушники Вы включаете специальный переключатель, который находится на правой чашке И включается активное шумоподавление И прям вот обрезается весь лишний шум, который вокруг вас Причем это работает даже при выключенной музыке То есть это не включается, когда вы включаете трек А работает прям вот Вот так слышу шум Вот так не слышу шум Это очень удобно в те моменты, когда вы хотите послушать музыку Не сильно громко, но вокруг шумно То есть не нужно повышать громкость до максимума Чтобы перебить шум улицы, метро, я не знаю, маршрутки, автобуса или в самолете Это очень здорово Что касается звука, то 40-миллиметровые динамики дают просто идеальный звук без завалов Абсолютно в любом жанре музыки, абсолютно всех частот не было достаточно И звук оставался чистый Плюс ко всему МИД-энк поддерживает технологию Bluetooth и 5X Что опять же положительно сказывается на звучании Из элементов управления, расположенных на динамике Находится ползное включение шумоподавления и фирменный джойстик управления музыкой Автономность все на том же уровне, что у Major 3 и классических МИД Это около 30 часов А это опять же серьезный показатель В комплекте также идет фирменный провод 3,5 мм Который выполнен очень качественно и просто симпатично выглядит Ну и собственно говоря заключение Новые Marshall меня порадовали Обдавление Major, да, это не эволюция Вернее, нет, не так Это не революция, это эволюция Они стали симпатичнее Мне, честно говоря, дизайн Major Я поэтому МИДы выбрал даже не из-за характеристик Просто потому, что они более круглые Мне не нравились квадратные Major 2 Третья версия стала такой более симпатичной Кругленькой и очень классный звук И про Bluetooth, и про проводные я сейчас говорю Ну а МИДэнк с активным шумоподавлением Действительно стала более интересным вариантом Чем стандартные Marshall Ну и комплектация в виде этого прекрасного чехла Которого мне очень не хватает на обычных МИДах Они у меня все уже за год поцарапались Не так уж сильно и поцарапались Учитывая то, что это крашеный металл Который намного быстрее По идее должен был износиться Ну, кстати говоря, вот они за год Отлично выглядят, я считаю Так вот, Marshall Mid-Eng Это отличное решение Это на сегодняшний день Топовые наушники от Marshall Вот среди этих И однозначно могу рекомендовать в покупке Потому что шумоподавление Это очень здорово Напоминаю о том, что Послушать все эти наушники Вы можете в ближайшем магазине Citrus Приходите Подключайте свой смартфон Пробуйте со своей любимой музыкой Ну и ставьте лайк Если это видео было полезным для вас Обязательно подписывайтесь на наш канал Ссылочки на наушники я оставлю в описании Можно бы перейти и заказать в интернет-магазине Всем хорошего дня И яркого настроения Пока Как говорит Ярослав Слушайте только хорошую музыку Нам говорит про игры, а я буду про вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!